Теория и практика христоцентричного искусства. С первых круглых столов на тему диалогу церкви и современного искусства возникла терминологическая проблема. Как называть творчество художников, пользующихся современным визуальным языком, но не противопоставляющих себя церкви и христианской традиции, в отличие от антиклерикальной, ультралиберальной, леворадикальной среды, а она, напротив, стремящихся своим творчеством принять участие в развитии христианской культуры. С современным религиозным искусством термин казался слишком абстрактным, невнятным. С современным христианским искусством многим этот вариант представлялся, наоборот, чересчур жестким. Узкоконфессиональным формально маркирующим некоторое гетто в культурном пространстве, закрытое для большого круга художников иных конфессий, а то и вовсе вне конфессиональных, творчество которых вместе с тем близко христианству. Хотелось бы думать, что христианство, живой организм, всегда открытый для диалога, культурного обмена, без которых пространство современной культуры, многополярного мира не может благоустраиваться. Вообще, тема религиозности искусства в последнее время стала звучать и у светских искусствоведов все заметнее. Очевидно, сказывается кризис секулярного мировосприятия. Спектр различных интерпретаций этой новой религиозности очень широк, в связи с чем стоит напомнить о замечании протопресвитера Александра Шмемана, что нет ничего проще, чем играть на абстрактной религиозности. Но неочищенная, не просветленная религиозность есть средоточие демонического в мире. Именно поэтому объединяющим центром сакрально-художественного пространства, интересующего нас, должен быть Христос, спаситель мира, задающий направление вектора развития творческой личности, дороги к себе. Так что нас должно интересовать не абстрактное религиозное или духовное, в кавычках, искусство, а именно Христоцентричное. Как мне представляется, термином «христоцентричное искусство» можно охватить несколько концентрических кругов, обращенного к сакральному творчеству современных художников, взаимно пересекающихся и дополняющих друг друга. Радиус этих кругов связан со степенью свободы изобразительных средств, доступных художнику для творчества. Чем уже круг, тем выше степень ответственности автора, меньше поля для эксперимента. Понятно, граница каждого круга по мере удаления от центра будет все более размыта и субъективна, но структурно можно определить их следующим образом. Первый и наиболее узкий круг – это круг литургического, канонического церковного искусства. Вокруг его центра – престола, алтаря. Сюда входит и авторская икона, направление, начавшее складываться в последние десятилетия после прекращения гонений на церковь прежней богоборческой властью, церковная утварь, литургическая музыка, богослужебная гимнография, храмовая архитектура. С ним в какой-то степени пересекается более широкий круг неканонического, мирского, как я его называю, искусства, говорящего о христианской проблематике современным художественным языком, отражающего и осмысляющего реалии современного общества с религиозной точки зрения, личного духовного опыта, передающего не букву, но дух Писания, рассматривающего богословские и философские вопросы, реагирующего на актуальную повестку дня. Третий, самый широкий круг – светское искусство, связанное с христианством опосредованно, близкое ему по духу мировоззрению, творчество, характер которого сформировался в результате преображающего воздействия христианства на ландшафт всей мировой культуры. Развитие диалога церкви и современного искусства постепенно сформировало оптимальные практики органичного взаимодействия различных жанров и художественных направлений христоцентричного искусства. Наглядно, как мне представляется, можно описать это становление в концептуальных, визуальных решениях экспозиционного пространства, в выставок, которые были курированы при моем участии. Первый этап – выставка двоисловия «Диалог» в нартоксе храма мученицы Татьяны при МГУ. Церковь открывает двери и пускает на свою территорию искусство актуальных художников, близких христианству, наглядно демонстрируя открытость и готовность к диалогу с современной культурой. Несмотря на достаточно ожесточенную полемику, выставка вызвала интерес и широкий резонанс у аудитории, как светской, так и церковной. Второй этап – выставка «Искусство и религия в пространстве современной культуры» Российской Академии Художеств. На одной выставочной площадке, хотя и в разных залах, рядом экспонировалось церковное и светское современное христоцентричное искусство. Выставка прошла мирно, не вызвав никакой негативной реакции у публики. Третий этап – выставка «Дары» в Государственном музее архитектуры. Светское и церковное современное искусство объединилось единой экспозицией, включавшей современную каноническую авторскую икону, храмовую мозаику, светскую христианскую живопись, скульптуру, объекты, мультимедийные инсталляции, работы как выцерковленных, так и невыцерковленных художников. Выставка имела рекордную для музея посещаемость, вызвала многочисленные положительные отзывы, особенно у верующей публики. Таким образом сформировалась идеальная, на мой взгляд, форма экспозиции христоцентричного искусства, задающая вектор развития художественной практики на будущее. Полифоническое метавысказывание, позволяющее преодолеть разрыв между литургическим и светским художественными языками, способное обогатить и значительно расширить сюжетный и культурно-исторический контекст, экспонируемых мирских и церковных произведений, актуализировать литургические формы искусства для светской публики и наоборот. Наконец, связанная экспозиция, выстроенная по принципу многоголосого хорового произведения, в котором каждый голос отчетливо слышен и усиливает общее звучание, создает насыщенным «воздухом» атмосферу иеротопического пространства, «свойственную подлинному храму искусств, богочеловеческому, а не человекобожническому», каковыми художественные музеи и галереи служили последние 200 лет современной истории. В сущности, речь здесь идет о новейшем типе высказывания, только недавно появившегося в мировой художественной практике – мета-искусстве, когда вся экспозиция в выставке целиком представляет собой единое соборное художественное произведение многих авторов, существующее на время проведения выставки. Кроме того, надо заметить, что основная проблема современных светских художников, обращающихся к христианской культуре, на мой взгляд, заключается в том, что они по простоте душевной начинают реинтерпретировать традиционные евангельские сюжеты привычным им светским художественным языком, невольно профанируя иконопись и замещая ее религиозной картиной. К сожалению, они вступают на тупиковый путь западноевропейского искусства, приведший к тому, что в последнее время в католических храмах все чаще можно увидеть православные иконы. Поскольку литургический язык европейскими художниками давно утерян, а религиозным картинам редко удается создать молитвенное настроение у зрителя. Это серьезная, я бы сказал, системная ошибка. В свои проекты я по возможности избегаю приглашать к участию таких художников. Предпочитаю им авторов, не прибегающих к прямому иллюстрированию писания. Это насущный хлеб иконописцев. Выбор сюжетов у них, в отличие от светских художников, довольно ограничен. Решно отбирать их хлеб. Литургический и светский художественные языки развиваются по своим особенным законам. И наша задача, я полагаю, состоит не в замещении и поглощении одного другим, а в бережном отношении к обоим. Способствование их полному раскрытию и свободному развитию на общее благо. Предполагаемая форма экспонирования христоцентричного искусства органически позволяет это осуществить. В таком ключе было решено пространство выставочных площадок в первой бьеннале христоцентричного искусства, проходившей в Патриаршем Черниговском подворье 2020-2021 годов, а также спецпроект Российской Академии Художеств в Ярославском Центре Современного Искусства, являвшейся ключевым событием программы фестиваля рассветления, проходившего летом 2022 года в Ярославле в рамках первой ярославской бьеннале современного искусства. Оба этих проекта были интернациональными. Несмотря на сложную международную обстановку, связанную с пандемией и СВО, в выставках принимали участие как российские авторы, так и художники стран Восточной Европы, Италии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. В отличие от европейских художников, утерявших литургическую практику, специфика православия позволяет нам в сработничестве с Русской Православной Церковью объединить литургических и светских современных художников, близких к христианству, в едином художественном пространстве, демонстрируя, что церковные и светские художественные языки не только не обязаны противоречить, но могут успешно взаимодополнять друг друга, связывая реалии и проблематику современного общества с исторической традицией, литургическое действие и проповедь, молитвословие и богословие, личный духовный опыт и ориентиры христианской практики, сложившейся в высокие каноны. Такое полифоническое художественное высказывание, по моему мнению, способно заинтересовать зрителей разных взглядов, стилевых предпочтений, жизненного и культурного опыта, форму не эклектичную, я подчеркиваю, а полифоническую, сложно организованную, в пределе симфоническую. Это непростая задача, но, как показывает опыт, осуществимая. В заключении стоит сказать несколько слов о перспективах направлениях, хотя это и не просто в столь стремительно меняющейся международной обстановке. Как говорится, если хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Для развития христоцентричного искусства необходима системная работа. К сожалению, проект Байеналя, инициированный митрополитом Илларионом Алфеевым с началом СВО, остановлен. Какой-то художественной институции, систематически и занимающийся этой проблематикой о необходимости, которой мы говорили еще на первых круглых столах 15 лет назад, до сих пор так и не созданы. Сейчас лишь Российская Академия Художеств как-то пытается продолжать проект хотя бы в регионах. Сопротивление антиклирикальной среды, надо признать, колоссально. В результате своей деятельности я, например, практически стал изгоем в актуальной, в кавычках, художественной тусовке. Духовник шутя называет меня исповедником. Не раз сталкивался с ситуацией, когда художники отказывались принимать участие в проектах, связанных с церковью, опасаясь за свою творческую карьеру. В выставке замалчиваются профильные прессы. Остается надеяться, что тектонические изменения, которые вносят в наше общество СВО, коснутся и культурной политики в стране. Пока же держим ум в ААДе и не отчаиваемся. В любом случае иных путей выхода из той катастрофической ситуации, в которую все стремительно соскальзывает цивилизованное в кавычках мировое сообщество, я не вижу. Спасибо за внимание. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...